1 апреля отмечается Международный день птиц, который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. Поэтому сегодня мы решили вам рассказать несколько интересных фактов об этих пернатых. Оставайтесь с нами и вы узнаете, что общего у калибри и стрижей, у какой птицы крылья меньше 5 сантиметров, куда пропадают синицы летом и у кого на крыльях есть когти. Подпишись на мой канал и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Поставь лайк и познакомься с моей собакой Джеки. Оставь комментарий и я обязательно его прочту. У ястреба невероятно острое зрение. Он способен увидеть небольшую мышку-полевку с высоты 1 километр. Этот хищник легко замечает даже незначительные движения. И развивая скорость в 180 километров в час, он прекрасно маневрирует в густых зарослях и между деревьями, не цепляясь за них крыльями. Кстати, самым быстрым существом на планете считается сапсан. Однако максимальную скорость эта птица развивает лишь в пикирующем полете. И составляет она 300 километров в час. Но в обычном, горизонтальном полете самой быстрой птицей считается иглохвостый стриж. Без всякого пикирования эта птица способна развивать скорость до 170 километров в час. При этом она издает весьма своеобразные звуки. И еще один любопытный факт. Стриж – ближайший родственник калибри. Ну а калибри интересно тем, что это единственная в природе птица, которая умеет летать задом наперед. Ну и еще это самая маленькая из птиц. Вес некоторых видов не достигает и 2 грамм. Ну а раз мы уже заговорили о размерах, то хочется отметить и птичку с самыми короткими крыльями по сравнению с телом. Знакомьтесь. Киви – длина крыла составляет менее 5 сантиметров. И среди оперения их не видно вообще. Но они есть, просто поверьте нам. А у тропической птицы гуацин крылья вполне себе нормального размера. Вот только у птенцов по 2 когтя на каждом крыле. Когда они поднимаются из гнезда, они используют их, чтобы цепляться за деревья. Когти сохраняются у гуацинов в течение первых 3 месяцев жизни. А затем отпадают. Ну и закончить наше видео мы хотели бы рассказом о синичках. Замечали ли вы, что с ранней весны и до ранней осени эти птицы практически не встречаются в городе? А все потому, что летом они живут в лесу, очищая его от насекомых-вредителей. И съесть за сутки они могут столько же, сколько весят сами. Подпишись на мой канал, и ты узнаешь все о воспитании собак и кожи. Я рассказываю про разные породы и помогаю выбрать питомца именно для тебя. Со мной в команде работают ветеринарные врачи, кинологи, грумеры и даже зоопсихологи. Подпишись!